Национальная сборная Украины по футболу накануне вечером уступила сборной Уэльса со счетом 0-1. Это был решающий матч за право поехать на чемпионат мира. Украинские футболисты бились до последнего. Они заставили всю страну на два часа забыть о войне. Кто дома, кто в окопе, кто вот так в кафе. Даже те, кто далек от футбола, вчера смотрели матч сборной Украины. И несмотря на поражение, претензий к игрокам ни у кого нет. Просто не повезло. Очень обидно. Многие хотели этой победы. Эта победа была очень нужна украинскому народу. Сегодняшняя победа добавила бы много позитива. Но ребята боролись. Было много ударов, опасных моментов. Поэтому мы не можем винить их в том, что они что-то сделали не так. Жизнь продолжается. И сегодня у нас гораздо более важные бои не на футбольном поле, а на поле боя. Вооруженные силы Украины действительно показывают пример, как нужно воевать на своем поле боя. Лидер сборной Уэльса Гаррет Бейл привел команду к первому чемпионату мира с 1958 года. Мяч после его штрафного удара Андрей Ермоленко переправил свои ворота. Украина проиграла, хотя и доминировала всю игру. Чтоб запомнили нашу команду. Парни мои сделали все, что могли. Не знаю, что сказать. Наверное, нужно извиниться, что мы не забили. Но мы делали все, что могли. Это спорт. Теперь украинскую сборную ждут несколько игр Лиги наций. А Уэльс едет на чемпионат мира в Катар, где сыграет с Англией, Ираном и США на групповом этапе турнира. Здесь украинская сборная. Иран Бейтон, и сеть. Иран Бейтон, и сеть. Украинская сборная. Да. Я иерная сбора. Субтитры туда. Субтитры подогнал «Симон» сказал. Продолжение следует...